В 2014 году мы с Луганщины уехали на Черниговщину, ну и сейчас пришлось с Черниговщины уже уезжать. И все, что происходило до 24 числа, абсолютно все указывало, что война неизбежна. Примерно в 5.30-5.40 начались обстрелы, мы там близко к границе жили. Был артобстрел, и они прошли, будем говорить, двое суток и шли парадом, не заезжая даже в село. Двое суток беспрерывно шли колонны. По крайней мере, та власть, которая там, в Новгород-Северске, при любых разговорах, то, что надо было ставить хоть какие-то блокпосты, укрытия, там просто говорилось, не было мыть воду, вот и все. Мы уже знаем, что хорошего ждать от этого не стоит. Мы собрались, забрали своих собак, сели в машину и уехали. Ждем пока выкинуть эту мерзоту с Украины. Не просто с Украины. Я хочу, чтобы посмотреть на развалины Кремля. Иначе, если даже не уйдут, а это к этому идет, я смотрю, буквально 5, может быть, 7 лет в тоталитарном государстве, при жесткой дисциплине, все будет кинуто на возрождение военной машины. И мы их здесь уже увидим, только уже не в такой форме, а в более ненавистной и жесткой. Мы 300 лет боремся за свободу и расплачиваемся за свои ошибки. Россию надо уничтожить как явление. Но я не могу простить 14-й год и не могу простить то, что произошло сейчас. И это не мое поколение, я думаю. Не мой сын этого не сможет простить. Какие бы там даже не были бы мирные годы в таком плане, это сердце не выкинешь никуда. Мы очень хотим вернуться в Чернявскую область. Нам там очень нравится. А когда освободится Донецк, нет? Нет. С 14-го года прошло много лет. Если ребенку было 10, сейчас это уже воин. То есть это идеологические враги. Редактор субтитров А.Семкин